Приветствую, друзья! Думаю, ни для кого не секрет, что самым популярным ЦАПом компании Topping является линейка DX3 Pro. Именно линейка, потому как модель пережила целых три важные инкарнации. Сегодня же я предлагаю прикоснуться уже к следующей ступени его развития, недавно вышедшему Topping DX5. Базируется аппарат на сдвоенном конвертере последнего поколения ESS ES9068AS, на USB стоит 32-битный XMOS XU216, за Bluetooth отвечает Qualcomm QCC5125 с поддержкой APTXHD и LDAC кодеков. Ничего не напоминает? Верно, по элементной базе тут все ровно, как у SMSL DO200. Однако, отличий у них тоже хватает. Так, DX5 это не просто ЦАП, а ЦАП со встроенным усилителем для наушников, где по мощности с баланса имеем до 1800 мВт на 32 Ома нагрузки. Ну а насколько серьезное у них получилось устройство, нам и предстоит с вами разобраться. Сделаем все возможные измерения, сравним с внешним и встроенным усилителем, да и вообще поговорим о его звучании. Собственно, друзья, поехали. Пришел ЦАП в обновленной строго оформленной картонной коробке с логотипом компании и адресом официального сайта. В комплект нам положили набор документации со всевозможными графиками измерений. Вот такой вот пульт дистанционного управления, Bluetooth-антенну, переходник на 3,5 мм, USB кабель и классический уже шнур питания. Блок питания на этот раз решили встроить в корпус устройства, что я считаю явный прогресс. Пульт же вполне стандартный, с порезиненными кнопками и питанием от 2АА батареек. По функционалу на него вынесли отключение звукомод, регулировку громкости, переключение входа-выходов, изменение уровня усиления, перебор встроенных в ЦАП фильтров, автоотключение и изменение яркости дисплея. С самого же устройства в процессе работы можно регулировать лишь громкость и переключать непосредственно входы-выходы. Все остальное предусмотрительно убрали в специальное меню настроек, доступ к которому возможен только в момент включения, если зажать многофункциональный регулятор. Там, кстати, есть еще режим фиксированной громкости для линейных выходов, возможность полностью отключить Bluetooth, установить инверсию фазы, уровень сглаживания, шаг громкости и сбросить все настройки до значений по умолчанию. Корпус устройства получил интересный такой дизайн в стиле профессиональных аудиоинтерфейсов. Со всех сторон это исключительно металл. Сверх у него красуется три логотипа Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless и MQA сертификация. Снизу четыре прорезиненные ножки для лучшей фиксации с поверхностью стола. Из входов имеем Bluetooth, APTX HD, LDAC кодеками, USB, оптику и Coaxial. По выходам же стало гораздо богаче. Помимо линейного RCA и 6.35 мм для наушников нам установили еще и балансный XLR. Сзади они трехпиновые, а для наушников четырех. Все настройки, как обычно, аппарат запоминает, а непосредственно вывод доступен во всех возможных вариациях. От каждого конкретно до всех вместе. На передней части удобно расположили два описанных выше выхода для наушников, большой монохромный дисплей и многофункциональный регулятор уровня сигнала. Долгое его зажатие включает и отключает устройство, однократное переключает входы, а двойной клик переключает выходы. Вращение же происходит с тактильно приятными такими механическими щелчками. При работе аппарат немного, но нагревается. Место на столе, как видите, особо не занимает, да и выглядит весьма достойно. В паузах я слышу абсолютную тишину, что просто сверх важно в случае выходной мощности равной 1800 мВт на 32 Ома нагрузки. То есть подключать к нему можно все и чувствительные внутриканалки и довольно тугие полноразмерные наушники. Разобрать сап, конечно же, возможно. Сзади есть два фиксирующих винта, но там мы опять-таки упремся в шлейф. Из железа нам известен сдвоенный конвертер последнего поколения ESS и ES9068AS, 32-битный XMOS XU216 на USB, Bluetooth-чип Qualcomm QCC 5125 с поддержкой APTX HD и LDAC кодеков, а также усилительная часть NFCA, под которой, как я понимаю, скрыт все тот же Texas Instruments TPA 6122. Для работы к устройству необходимо подключить цифровой источник, в моем случае это USB, ну а выход пустить дальше на внешний усилитель, активную акустику или же сразу на ваши наушники. Для данного случая, кстати, рекомендую докупить переходник с XLR на стандартный балансный штекер 2.5 или же Pentacon 4.4 мм. Включается ЦАП самостоятельно, выбираем активный вход и выход, регулируем громкость и начинаем наслаждаться прослушиванием любимой музыки, смотреть видео или же, например, играть кому, друзья, что больше нравится. На главном экране все по классике. Сверху отображается активный вход и выход и тип воспроизводимого потока. Снизу находятся его характеристики, а по центру текущий уровень в децибелах. Все, как говорится, наглядно, минус один. С приличного расстояния прочитать эти параметры не так уж и просто. Под Windows 10 аппарат определяется автоматически готовый к работе посредством WasApi. Для старых версий системы и поддержки ASIO интерфейса придется скачивать драйверы с официального сайта. Обратите внимание, что адрес у них сейчас изменился. Я лично рекомендую ничего в этих драйверах не менять во избежание появления различных звуковых артефактов. Кроме того, на официальном сайте я нашел обновление прошивки и обновился с версии 1.35 на 1.37. Вроде как было исправлено много мелких недочетов, однако я лично таковых не заметил. Со смартфоном аппарат тоже прекрасно работает, причем как через системный микшер, так и посредством специализированного BitPerfect режима. К Bluetooth у меня тоже никаких вопросов. Его, как вы помните, можно полностью отключить из системного меню или же задействовать со всеми самыми актуальными кодеками, включая PTX HD и LDAC. Но запомните, лучшего качества от подобного класса устройств можно добиться исключительно по кабелю. Bluetooth это скорее для гостей, ну или когда вообще нет времени на коммутацию. Все измерения я снимал 32 бита 96 кГц на АЦП Evandia Cosmos с балансных XLR выходов. При этом линейный показал все результаты в положении отлично. Практически идеальная кривая АЧХ, уровень шума ниже минус 155 дБ. Прекрасный динамический диапазон, интермодуляционные искажения ниже уровня минус 125 дБ, гармонический ниже минус 132 дБ с процентным соотношением 0.00006%. То есть техническая часть непосредственно ЦАПа реализована ну просто превосходно. А вот с выходом для наушников пришлось немного повозиться. На удивление уровни и непосредственно измерения на XLR и 6.35 мм показали абсолютно идентичные значения. Что даже заставило меня усомниться в том, что 4-пиновый XLR действительно является балансным. А так тоже прекрасная кривая АЧХ, шумовая полка чуток подросла на самых низах, отличный динамический диапазон, интермодуляционные искажения ниже минус 125 дБ, гармонические ниже уровня минус 132 дБ с процентным соотношением 0.00006%. То есть практически идентично с линейным выходом, однако отличия имеются и заключаются они в куда большем взаимопроникновении каналов, которое получило здесь оценку очень хорошо. Технически, конечно, тоже очень круто, но вопросы к их NFCA модулю у меня лично имеются. В плане звучания я бы тоже разделил возможности ЦАПа с использованием внешнего усилителя и без него. Для начала я решил лицом к лицу сравнить героя обзора с моим текущим фаворитом SMSL DO200 на усилителе для наушников SMSL HO200. Стоят они примерно одинаково, да и усилитель очень даже приличный. В результате топпинг мне показался немного мягче и теплее, а SMSL наоборот заметно четким и собранным. Но разницы тоют реально на 3 копейки, по своей массе, глубине, качеству отработки переходных характеристик и по строению сцены в целом я бы поставил между ними, если не знак равенства, то очень близко к тому. То, что обе модели собраны на одинаковой компонентной базе, здесь буквально просится на язык. Пространство и инструменты в них передаются ну просто феерично, с максимальным эффектом погружения и абсолютно потрясающей точностью прорисовки каждого инструмента вне зависимости от глубины его расположения внутри сцены. Так что явного фаворита между ними я лично не вижу и с легкостью мог бы сменить их друг на друга. Подается же звук, как всегда естественно, сочно и просто сверхмелодично. Из стилистики не вижу вообще никаких ограничений, особенно с оговоркой на то, что внешний усилитель к DX5 вы можете подобрать вообще какой угодно, а исходная разборчивость, телесность и энергия на просто высочайшем уровне. То, как здесь звучит тяжелый и не очень металл, джаз, блюз, любой сложности, оркестровая музыка, соул, электроника, этника и старый добрый рок достойно максимального уважения. Главное на наушниках не экономить возможности ЦАПа таковы, что он легко раскроет даже модели от 600 долларов и выше, не говоря уже о каких-то народных решениях. Если же разобрать звучание по частотам, то мы имеем живой, глубокий и слегка сглаженный бас, тоже чуть смягченную, но бесспорно эффектную в плане мелодичности середину, с правильным весом и практически дотошной передачей всего музыкального пространства. Высокие тоже наделены приятной слуху массой, длительностью и той самой слоистостью, о которой так часто говорят аудиофилы. Прослушивание DX5 с хорошим усилителем дало мне просто множество часов неописуемого удовольствия. Очень круто. Просто потрясающее звучание, как для своего сегмента. Мне, друзья, очень понравилось. Что же касается собственной усилительной части, то тут, на мой взгляд, нас ждут куда более скромные возможности. Само звучание обретает более собранный резкий характер, но полностью уходит то самое пространство сцены, о котором я уже привел так много лесных слов. Глубина сцены, конечно, ощущается, но после H.O.200 она кажется зачаточной. Да, звучит все очень бодро, хорошая резкость и выразительность. Отчетливо прорисованы все детали, но пространство и объем уже не так читаются. Конечно, неплохо, но связка получилась как из просто крутейшего ЦАПа и усилителя на пару ступенек проще. Впрочем, в Topping L50 характер звучания был очень близок к тому, что я слышу в DX5. Чуть попроще, но где-то очень близко. А вот в сравнении с DX3 Pro Plus сходство уже значительно меньше. Именно в последнем, на мой взгляд, компании Topping впервые удалось передать сцену, как она есть. Здесь же политика опять переменилась на классический для этого производителя упор в детали, прозрачность, техничность и разборчивость. Что очень оценят любители различных тяжелых жанров и несложной электроники. У звучания есть собственный объем, вокал чуть выдвигается вперед, инструменты остальных планов тоже прекрасно читаются, мелодичности и насыщенности хватает с головой, нет лишь размаха и глубины. В целом достойно, но сам ЦАП умеет много больше. Так что я бы первое время, наверное, погонял его как есть, а потом уже задумался о приобретении хорошего внешнего усилителя. Подводя итоги, стационарный ЦАП Topping DX5 имеет просто потрясающий внешний вид, удобный пульт управления, достаточно яркий, хорошо читаемый дисплей, все необходимые входы, включая Bluetooth, поддержка PtX HDL до кодеков, USB, оптику и коаксиал. И выходы, грамотно разделенные на балансные и небалансные, причем как для линейного, так и в случае выхода на наушники. Где минуточку мы имеем выходную мощность до 1800 мВт на 32 Ом нагрузки. Относительно возможностей PCM, DSD и MK потоков даже не стоит упоминать, все они обладают максимальными на сегодня характеристиками. Технически, как показывают измерения ЦАП ну просто великолепен. Да и звучит он, как говорится, на все деньги. Прекрасное построение сцены, чуть смягченная, но очень подробная прорисовка тембров, отличная выразительность, музыкальность, вовлеченность. В общем, в звук здесь действительно можно буквально провалиться. Если же говорить о встроенном усилителе для наушников, то он, на мой взгляд, немного упрощает звучание ЦАПа, заметно сужая сцену и уводя акценты на техничность, четкость и драйв. Что, без сомнения, тоже шикарно, но сам ЦАП, на мой взгляд, способен на большее. Брать же к нему L50 и тем более L30 вообще не вижу смысла. Первый будет почти один в один, а второй даже немного проще. Большую часть времени я лично слушал DX5 с SMSL HO200 и вот с ним была просто потрясающая синергия. Я буквально заслушивался. Но это лишь мои приоритеты. Я люблю объемное, глубокое звучание. Вам же советую для начала послушать герой обзора. Как он есть, возможно, вам и менять ничего не захочется. А так, аппарат просто шикарный, своих денег однозначно стоит. Вполне могу рекомендовать его к приобретению. Это был стационарный ЦАП Topping DX5. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры сделал DimaTorzok